В своем ежегодном обращении глава муниципалитета Андрей Иванов одним из основных приоритетов назвал развитие социального кластера. Но оно невозможно без стабильного роста экономики в целом. В 2019 году бюджет округа пополнился почти на 22 миллиарда рублей, из них инвестиции почти 17 миллиардов. Создано 900 рабочих мест в округе. Муниципалитет на первом месте в Подмосковье. Более 22 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И эта цифра растет. Бизнесу оказывается всесторонняя поддержка, в том числе финансовая. В 2019 году предприятия округа получили суммарно более 18,5 миллионов рублей из бюджетов Московской области и Одинцовского района. В этом году мы увеличили размер муниципальных субсидий до 20 миллионов рублей. Субсидии в помощь среднему и малому бизнесу – это деньги, которые федеральные, региональные или местные власти на конкурсной основе выделяют на покупку оборудования, сырья или даже чего-то нематериального, например, патента. И к каждому у администрации индивидуальный подход. Надо прислушиваться к гражданам, прислушиваться к бизнесу, брать власти задачи в работу и решать, решать и решать. И только поступательное, многолетнее создание новых объектов, появление новых школ, улучшение нашей жизни даст то необходимое счастье нашим любимым гражданам нашего Подмосковья. Залог успешного сотрудничества власти с предпринимателями – не только финансовая поддержка. Конструктивный диалог обязателен, считает глава округа. Формат позаимствовали у правительства Московской области. Раз в неделю встречи. Можно обсудить проблемы бизнеса и получить обратную связь. Глава делает выезды свои, вот если обращали внимание недавно совсем, фермерское хозяйство. То есть поддержка бизнеса, конечно, она осуществляется. Может быть, 20 миллионов для нашего городского округа – это не так много поддержки. Но дело в том, что очень важно внимание. Я в свое время как бы сам начинал, продолжая заниматься бизнесом фирмы «Родовой Герб». И, конечно, не столько нужна, может быть, всегда финансовая, какая структурная поддержка, сколько такая моральная. Вот. У нас все ворота открыты, у нас проводятся консультации, у нас круглые столы. Получить консультацию о том, как начать бизнес или задать вопрос предпринимателю, могут и по телефону. Короткий номер 0150 заработал с 1 февраля. Подмосковный центр защиты и поддержки бизнесов – первый в России. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».